Будешь кашу варить, меня кашей кормить. Истинное счастье просто. Вот так сидеть и читать дочке книжку. Или слышать из кухни, как девчонки дружно играют. Дети – это главное, скажет любая мама. Для героини нашего сюжета – так же. Я где-то читала фразу, что своим успехом радуешься не так, как успехом своих детей. Ну, вот, наверное, вот такая вот у меня резинная позиция сейчас. Лет семь было старше Ани, когда родители заметили, девочка ставит под собственными рисунками небольшие подписи. Позже выяснилось – Аня сочиняет в стиле хоку – поэтическом жанре Японии. У нее действительно получаются вот эти трехстиши, формулировать свои мысли. Только потом ей рассказали, что это называется хоку, книжку мы с ней купили, там пытались читать классиков. Я вышла на порог. Все в унии, словно торт с кремом. Ани на творчество изменила жизнь всей семьи. Мама – бухгалтер по профессии, но обожающая художественную литературу, стала первой помощницей дочери. Первый критик – это я, и бывает и спорим. Прям до хрипоты спорим. Как только я что-то пишу, я сразу же показываю это маме, потому что знаю, что она, так сказать, меня не осудит, не скажет, что это все плохо. Она поймет и поможет довести это до нормального произведения. Папа дома бывает редко, работа, поэтому папа – это всегда праздник. А мама, как сама выразилась Инна Владимировна, строгая наседка. Ну, по-разному, и наорать могу, если что. Потом, правда, извиняюсь. Как-то, ну, такая строгая я все-таки. Строгая, но любимая. Каждым своим действием, дающая пример дочерям, которым в будущем предстоит стать мамами, возможно, тоже строгими, но любимыми. Мама, ты мой большой друг. Я тебя очень люблю. Ты моя поддержка и моя опора. И мне кажется, что дороже в жизни у меня никого еще не было. За суетой домашних дел мы нечасто успеваем говорить своим близким такие слова. Но, может, стоит на минутку отложить дела ради того, чтобы услышать и сказать друг другу эти простые истины. Татьяна Брылова, Владимир Бижонов, Елена Кошелева. Видное ТВ.